Отравление это острое расстройство пищеварения, которое вызвано попаданием в организм вместе с продуктами питания или напитками болезнетворных микроорганизмов. Отравление чаще всего случается в жаркое время года, когда не соблюдаются правила хранения продуктов, а также когда люди пренебрегают правилами личной гигиены и обработки еды. Наибольшую опасность с точки зрения пищевого отравления представляют скоропортящиеся продукты – рыба, мясо, молоко, салаты, яйца и фрукты. К основным симптомам недуга относятся тошнота, рвота, диарея, нередко озноб, а также повышенная температура тела. Основные симптомы отравления – это будет у нас боли в животе, тошнота, рвота и самый главный симптом – это диарея. Это неоформленный или жидкий стул три и более раза в течение 24 часов считается уже как симптом диареи. Ну и, естественно, неспецифические такие симптомы, которые являются признаками интоксикации – это повышение температуры тела, головная боль, мышечно-суставные боли, тахикардия может быть. Каждый, кому хоть раз в жизни повезло съесть несвежий салат или испорченное яблоко, не понаслышке знает, что в отравлении мало приятного. Чтобы избежать стресса для организма и не провести несколько дней в больничной палате, существует ряд золотых правил, которых нужно придерживаться. Обязательно проверяйте сроки годности у продуктов, которые собираетесь есть. Соблюдайте условия хранения, особенно в летний период времени. Ну и, конечно, фраза, знакомая с детства – не пренебрегайте мытьем рук. Я думаю, наиболее актуально, наверное, особенно в летний период – это соблюдать правила личной гигиены. То есть, мытье рук. Если это не термически обработанные продукты, мы покупаем, наверное, сейчас актуально фрукты и овощи. Это обязательно мытье тщательное этих покупных продуктов. Термическая обработка правильная. И самое главное, наверное, иногда мы часто забываем, то есть, если у вас проявились симптомы, то уже нельзя готовить с симптомами заболевания, нельзя готовить для семьи. Потому что очень часто бывает так, что именно человек является источником этой вот цепочки пищевого отравления. Если принять правильные меры, улучшение состояния здоровья должно наступить в течение нескольких часов. Лечение пищевого отравления включает в себя принятие первой помощи, восстановление организма, а также соблюдение определенных правил питания после всех предпринятых мер. Кроме того, врачи рекомендуют восполнять водный баланс после выведения влаги из организма. Однако самолечением заниматься не стоит, следует незамедлительно обратиться к специалисту. Своевременная госпитализация поможет уберечь пострадавшего от нежелательных последствий и восстановиться в кратчайшие сроки. Основная помощь, она начинается на догоспитальном этапе. И если это яркие такие проявления пищевого отравления, а зачастую все-таки это именно бактериальная, так скажем, токсикоинфекция, то это первое, что мы оказываем, это промывание желудка. Дальше это борьба с интоксикацией и обезвоживанием. Не следует забывать про свое здоровье. Во избежание отравления придерживайтесь базовых правил гигиены при приготовлении и употреблении пищи, а также следите за качеством продуктов. Юлия Усманова, Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз.